МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Качество жизни. В Доме правительства обсудили основные показатели исполнения национальных и региональных проектов. Своевременная диагностика. На предприятиях республики стартовал проект ради жизни. Солнце русской поэзии. В Русском драматическом театре готовится к премьере. Сегодня в Доме правительства обсудили основные показатели реализации национальных и региональных проектов об эффективности использования бюджетных средств в нашем репортаже. Финансовое обеспечение всех рек проектов составляет 16 миллиардов рублей. По данным мониторинга лидерами в освоении бюджетных средств стали проекты малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, экспорт, производительность труда и поддержка занятости. По итогам года при реализации 10 региональных проектов не выполнено 17 индикаторов. Низкое освоение отметилось по двум нацпроектам. Это прежде всего культура и экология. По культуре это филармония, по экологии это БОС и Южный водовод. В филармонии до сих пор не завершены строительно-монтажные работы, не до конца закоплено музыкальное оборудование. Что касается нацпроекта здравоохранения, то снижение рождаемости, отток медицинских кадров в другие регионы и рост смертности не позволили достичь некоторых показателей. Но есть и положительные факторы. Увеличилось число тех, кто прошел диспансеризацию, введено больше ФАПов, завершена реконструкция детского инфекционного стационара. Получило развитие санавиация. Результаты могли быть лучше, отметил Олег Николаев, если бы не запрет на повторное использование сэкономленных средств. Неизрасходованные деньги из-за ситуации с пандемией коронавируса были направлены в резервный фонд правительства России. Очень важно нам с вами, обсуждая итоги работы по реализации национальных проектов, очень четко сконцентрироваться на положительных практиках, которые нам позволяют достигать поставленных целей и задач. Но самое главное – определить слабые моменты, определить вопросы, которые требуют обсуждения. Те недоработки, которые случились, а самые главные причины, которые привели к ним. Ну и, конечно же, в дальнейшем, учитывая их, максимально эффективно реализовывать. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» построены три новые магистрали. Кассовое исполнение этого направления – 96%, чуть меньше – по нацпроекту «Жилье». За прошедший год введено в эксплуатацию 577 тысяч квадратных петр жилья. Это 88% от планового показателя и соответствующий показатель к уровню прошлого года. В том числе из них 414 – это многоквартирные дома. Снижение объема входа жилья мы связываем, в первую очередь, это, конечно же, с введением проектного финансирования, то есть переходом на финансирование через искровых счетов. То есть в этой связи у нас, ну, не раз уже говорилось, с рынка ушло порядка четверти застройщиков, и, ну, так скажем, четверть квадратных метров мы недополучили. Также у нас значительные, так скажем, замороженные квадратные метры связаны с обманутыми дольщиками. Сейчас ведется активная работа по введению в эксплуатацию долгостроев. Госстроенадзоре проверяет более 500 тысяч квадратных метров жилья. Обсудили на заседании совета и итоги работы по повышению заработной платы работников бюджетной сферы. По предварительным данным мониторинга, зарплата педагогов, работников сферы культуры и медиков выросла. В некоторых отраслях даже выше запланированных показателей. Несколько меньше получают тренеры спортивных школ Олимпийского резерва. Этот вопрос требует особого внимания, отметил Олег Николаев. Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика. Республиканская клиническая больница в Чебоксарах ежегодно обслуживает более 100 тысяч человек. Более 18 тысяч проходят лечение в стационаре. Для того, чтобы увеличить объемы оказания как специализированной, так и высокотехнологичной помощи, необходимо расширить и рабочие площади. Вопрос строительства новой больницы был озвучен и в послании главы Чувашии к Государственному совету. 15 операционных залов и более 30 операций в день. Высокотехнологичная помощь по 12 профилям. А может и должно быть больше. Движению вперед мешает нехватка рабочих площадей. Республиканская больница строилась 65 лет назад. И тогда просто никто не мог представить современных объемов работы. В настоящее время больница испытывает острую нехватку рабочих площадей. Проектная мощность на момент строительства не предполагала оказания экстренной, неотложной медицинской помощи. И на сегодняшний день не удовлетворяет современным требованиям и стандартам. Строительство новой больницы позволит существенно повысить качество и доступность специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. Разумеется, в течение последних лет республиканская больница постоянно модернизируется. Сюда поступает современное оборудование, приходят новые специалисты, расширяется перечень медицинских услуг. Клиника была и остается одним из ведущих учреждений здравоохранения. Но факт остается фактом. Помещений явно не хватает. И это не единственная сложность в работе. Одна из основных причин строительства новой больницы – это расположение ее корпусов сейчас. Как видно по схеме, и прямо сейчас можно увидеть за моей спиной, корпуса расположены на расстоянии друг от друга. Это очень неудобно как врачам, так и пациентам. Новая же больница будет соответствовать всем современным методикам и стандартам. А также она будет работать в рамках стационара замкнутого цикла. Кроме этого, строительство нового больничного комплекса позволит решить множество важных задач. Расширится коечный фонд, появятся дополнительные операционные залы, новые возможности реабилитации пациентов. В шаговой доступности будут расположены кабинеты УЗИ, эндоскопии, экспресс-лаборатории и другие. Примерная сумма строительства – около 23 миллиардов 700 миллионов рублей. Место новой больницы еще не определено. А вот сроки обозначены до 2025 года. Ольга Алексеева, Сергей Копеев, Республика. Одной из тем в послании стала нехватка квалифицированных кадров в сфере культуры. Решить эту задачу можно, соединив все звенья многоступенчатого образовательного процесса. Надо обратить серьезное внимание на то, кого, именно куда и для чего мы готовим. Потому что, я всегда говорил, наши ВУЗы, начиная со средних, даже с музыкальной школы, среднего учебного заведения, высшего учебного заведения, должны готовить кадры именно для своей родной республики. Именно в этом заключается и наша, видимо, благородная цель – именно воспитание молодых наших кадров. Особенно у нас есть система, если обучение называется на скеткер, это, конечно, великолепно. Именно с детства, именно с музыкальных школ, именно потом среднего учебного заведения и высшего учебного заведения, конечно, нам дадут определенные прекрасные плоды для дальнейшего развития. Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Это глобальная проблема всего человечества. Чтобы значительно снизить смертность от рака, нужна масштабная профилактическая работа. На предприятиях республики стартовал проект «Ради жизни». Передверной рентгенологический и мамологический комплекс постоянно колесит по дорогам республики. Рак груди – самый распространенный вид онкологического заболевания. И здесь профилактика нужна особенно. Своевременное выявление болезни – гарантия жизни. Буквально за считанные минуты специалисты анализируют состояние важных органов. Очень удобно, что никуда не нужно ходить, стоять в очередях в этот период и очень быстро проводят осмотр. Чтобы работа была системной, среди женщин провели анкетирование. И все же наше здоровье зависит во многом от нас самих. Распорядок дня, сбалансированное питание, физическая нагрузка, душевное равновесие сохранят качество жизни. Здоровье наше с вами только в наших руках. Врачи, они уже могут подсказать и где-то в какой-то момент снивелировать какие-то процессы. Но если мы научимся вместе с вами заботиться о самом себе, то здоровье нации России будет, я думаю, совершенствоваться. Возвращению врачей на предприятие, как это было в советские времена, будет способствовать реализации еще одного проекта под названием «Цеховая медицина». Инна Спотапова, Татьяна Раевская, Юрий Марков, Республика. В России ввели запрет на публикацию в соцсетях постов, которые содержат ненормативную лексику и запрещенный контент. Обязанности по выявлению и блокировке такой и иной запрещенной информации возложили на владельцев соцсетей и видеохостингов. Изменения в федеральном законе вступили в силу с 1 февраля 2021 года. Госдума обязала социальные сети работать в правовом поле. Теперь их владельцы должны самостоятельно выявлять и блокировать в интернете запрещенный контент. Если ранее данная информация могла и не отслеживаться, то понятно, что очень большой объем информации размещается в тех же самостоятельных сетях, то сейчас на владельцев ресурсов возложили обязанность именно по мониторингу и именно по удалению данной запрещенной информации. У них есть свои рычаги для того, чтобы удалить данную информацию со своего сайта. Это касается как информации, связанной с суицидами, наркотиками, гостайной и терроризмом, так и ненормативной лексикой, детской порнографией. Блокировать будут и сведения, которые порочат личность и деловую репутацию. Выявлением такого контента сегодня занимаются и правоохранительные органы, и другие организации. Большую работу по мониторингу соцсетей проводят кибердружины. В органы прокуратуры республики очень часто поступают обращения от граждан, где они просят принять меры по блокировке сайтов запрещенной информации. В несудебном порядке, как правило, мы направляем на сайт Роскомнадзора сообщения о блокировке сайтов, о продаже, например, наркотиков, о продаже алкогольной продукции, о способах совершения суицида. Также в судебном порядке мы блокируем, скажем так, сайты о продаже поддельных документов, о продаже курительных смесей, о способах изготовления электроводочек, так называемых, о продаже паспортов. Пожаловаться на неприемлемый контент может каждый пользователь. Для этого нужно зайти на сайт Роскомнадзора и оставить там информацию в специальном разделе. Открытая форма для приема сообщений. Как раз я открываю наш ресурс. Тут мы выбираем тип информации, которая, по мнению гражданина, является запрещенной. Тут все прописано. Можно выбрать детскую порнографию или, допустим, пропаганду наркотики и самоубийства. Заполняем форму, указываем в реал адрес данного ресурса. По данным специалистов, с каждым годом запрещенной информацией в интернете блокируется все больше. С принятием новых поправок эта цифра должна увеличиться в разы. Так, по новым правилам, за неудаление информации с призывами к экстремизму, о детской порнографии, способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков, штрафы для граждан составят от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Для должностных лиц от 400 тысяч до 800 тысяч. Для юридических лиц от 3 до 8 миллионов рублей. Подростки, достигшие 14 лет, имеют возможность самостоятельно зарабатывать. Но найти подходящую вакансию в этом возрасте может быть достаточно сложно. Решить проблему трудоустройства и профориентации таких ребят помогут в Центре занятости населения. Как правило, количество звонков в Центре занятости с вопросом, как найти временную работу подростку, увеличивается ближе к лету. Но не все знают, что приобрести первый трудовой опыт сегодня можно не только во время школьных каникул, но и в течение всего года. Правда, для этого нужно согласие родителей и муниципального органа опеки. Уже ранней весной можно сообщить о своем желании трудиться летом нашему инспектору. И наш специалист Центра занятости запишет контакты подростка и при появлении подходящей вакансии уведомит подростка о том, что работодатель готов заключить срочный трудовой договор. При трудоустройстве через Центр занятости, кроме официальной заработной платы, также подростку выплачивается материальная помощь в размере 2250 рублей в месяц. Нормы рабочего времени для школьников установлены действующим законодательством и работодатель обязан установить для них удобный график работы в каникулярное время – это с утра, а в учебное время – после уроков. Отличное начало для зарабатывания трудового стажа – временная работа у проверенного работодателя. С Центром занятости мы уже работаем на протяжении всей нашей деятельности. Это порядка 5-6 лет. К нам дети приходят по направлению Центра занятости. Их мы доустраиваем официально. То есть у них начинается трудовой стаж, отчисляются все необходимые налоги. Работа в свободное от учебы время позволяет школьникам приобрести первый опыт, обрести новых друзей и понять, как зарабатываются деньги. Мои многие одноклассники уже ищут себе дополнительный заработок. И мне также захотелось, чтобы у меня были свои карманные деньги. Это была моя давнишняя мечта. И вот совсем скоро я уже почти накоплю на свой новый компьютер. Я научилась аккуратно и четко выполнять свою работу. Я стала мудрее, умнее, старше. Подробности о трудоустройстве подростков можно узнать на сайте Центра занятости. Работодатели могут направлять заявки на создание временных рабочих мест для подростков в районное отдело Центров занятости населения. Инна Сопотапова, Александр Отяков, Республика. Сегодня прошла презентация сборника воспоминаний ветеранов строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Их записали школьники Чебоксар в ходе акции «Героические страницы Сурского рубежа». 87 воспоминаний участников тех событий, личные фотографии, вошли в книгу строителей безмолвных рубежей. Большую работу по сбору исторических фактов проделали школьники. Они выезжали в экспедиции в районы республики, искали информацию в архивах и музеях. Работа проводилась в рамках муниципального проекта «Героические страницы Сурского рубежа». Наш отряд выезжал в Ядринский район, и в деревне Сареева я познакомилась с очень интересной женщиной – Беловой Диной Арсентьевной. На начало войны ей было всего лишь 10 лет, однако она помнит многие детали данной стройки. Она вспоминала о тяжелом времени, о сильных морозах. И даже несмотря на то, что на строительство привлекали детей старше 17 лет, они не оставались безучастными и расчищали дороги, по которым ездил военный транспорт. Общение с ней вызвало у меня чувство сострадания, потому что они все же были детьми, но им приходилось работать наравне со взрослыми. Глава Чувашии Олег Николаев отметил, составители книги проделали огромный труд. Очень важно, что о событиях осени 1941 и зимы 1942 года можно узнать из первых уст. Подвиг наших бабушек, наших дедушек, он, как уже было сказано, очень малоизучен. Очень мало фактов зафиксировано, потому что объект был секретный. И очевидно, что такого рода явления, как фиксация всех тех действий, ну, просто даже было нельзя. Но, тем не менее, что-то здесь в архивах. Но самое главное, пока еще остаются в живых люди, которые прожили те очень суровые, очень, скажем так, тяжелые события. Выход сборника воспоминаний – одно из первых, но далеко не единственное событие года памяти строителей оборонительных рубежей в Чувашии. Впереди у всех, кто с уважением относится к прошлому, еще немало открытий. Маленькие трагедии Александра Сергеевича Пушкина. Так называется новый спектакль русского драматического театра. Премьера назначена на 27 февраля. Я боюсь, он выдохнется в Петербурге и больше не ошибет меня своим европейским запахом. Читал ли ты о Борисе Гудунове разговор, напечатанный в Москве? Прочти. Моцарт и Сальери – каменный гость, пир во время чумы. В центре внимания зрителей несколько небольших пьес, соединенных в единое действие. В каждой своя трактовка человеческих страстей, зависимость от которых не приводит ни к чему хорошему. На сцене вы увидите Пушкина в его состоянии ближе к 30 годам, его внутренний мир, его персонажей, ну и, наверное, внутри себя после спектакля вы увидите тоже много от Пушкина. Это не классика, которую ожидает зритель, а современный вариант. Кстати, сам поэт появляется на сцене в качестве героя своих же произведений. Мне кажется, этот спектакль будет интересен в первую очередь за счет самой личности Александра Сергеевича. Не зря же говорят, он наше все. А второе, мне кажется, тексты Пушкина, особенно стихотворные, они, во-первых, и читаются, и на слух очень интересно воспринимаются, очень классно. А во-вторых, они очень глубокие. Классика русской литературы в разные времена его жизни играют сразу два актера – Сергей Куклин и Александр Смышляев. Идет прямое общение, он не скрывает своих чувств от зрителей, делится с ними. Разговор в пьесе не только о его произведениях, но и о его ссылке в Болдине. Я хочу немного быть наполовину Пушкина, наполовину самим собой. Вот так, наверное. Я не хочу именно показать именно Пушкину. Вот я сегодня Пушкин. Хочу какое-то отношение, как бы свое отношение, и Пушкина отношение, как бы двоякое такое. Солнце русской поэзии, каким он был? Почему мы представляем его именно так, а не иначе? На все эти вопросы зритель найдет ответы на премьере спектакля 27 февраля. Будет интересно. Это будет интересно и тому зрителю, который уже искушен Пушкиным, и тот, который Пушкина еще не знает. Потому что такого Пушкина Чебоксары точно еще не видели. Юлия Важенина, Наталья Мальчикова, Дмитрий Салманов, Республика. Компания «Газпром Межрегионгаз Чебоксара» и «Газпром Газораспределения Чебоксара» подвели итоги конкурсов среди потребителей голубого топлива. О том, кто получил факел сотрудничества и стал победителем в фотоконкурсе для абонентов, расскажет Юлия Важенина. Вот такой факел ежегодно вручается победителям конкурса. Это символ надежного партнера, соблюдающего договорные отношения с поставщиком газа и газораспределительной организацией. В конкурсе принимают участие потребители всех форм собственности, малые и крупные промышленные предприятия, организации, финансируемые из бюджета и предприятия коммунального хозяйства. Ежегодно проводим факторы сотрудничества, которые заключаются в том, что платить, соблюдая все правила безопасно использования газа. Тем, кто потребляет и, соответственно, осуществляет своевременные платежи, таких людей надо отмечать, что мы сегодня делаем. Всего 11 различных предприятий признаны лучшими. Так, Чувашская республиканская противопожарная служба стала победителем среди организаций, финансируемых из бюджета. Безопасность людей во многом зависит и от газа, потому что сейчас газ всем доступен, но когда люди неправильно эксплуатируют какое-то оборудование, в итоге приводят это к плачевному состоянию. Победителями среди промышленных предприятий стали «Аконт» и «Канажский хлебозавод номер 2» среди организаций коммунального комплекса «ЖКХ Маргаушская». Поставка тепловой энергии у нас является основным видом деятельности, поэтому в этой отрасли, в этой поставке тепла мы уделяем особое внимание, важность конкурсов. В этом и есть, отмечаются лучшие. В виде лучших, наверное, другие потягиваются. «Плати за газ дистанционно» – так назывался фотоконкурс для абонентов. Тему выбрали в целях поощрения потребителей, использующих онлайн-сервисы. Для участия нужно было запечатлеть моменты дистанционной оплаты и прислать фотографии в адрес поставщика газа. Ну это получилось, все спонтанно. С почтового ящика достали квитанцию, вы видели на квитанции, просто проводится фотоконкурс от «Газпрома Межрегион ГАЗ». Решили попробовать, посмотрели, прочитали, оформились полностью на сайте. Ну надеялись, ждали. И дождались Алексей Иванов вместе с женой Еленой стали победителями конкурса. Как и чебоксарцы Сергей Филиппов, Алексей Чернов и Любовь Сергеева. Жесткий вид спорта. В чебоксарах стартовали чемпионаты первенства Чувашской республики по боксу. Такой накал и уже в первый день соревнования. Впрочем, это вовсе не удивительно. Бокс всегда был сильной стороной чувашского спорта. Достаточно вспомнить Валериана Соколова, Валерия Львова и Владимира Мельника. Им покорились олимпийские вершины. Они стояли на пьедестале мировых первенств. Так что преемственность поколений никто не отменял. На ринге юниоры весовой категории до 36 килограмм. В синем Артемий Артемьев из Маргаушского района. Ради победы он тренируется каждый день без выходных. В первенстве Чуваши участвуют юниоры от 13 до 18 лет со всей республики. Всего 24 человека. Воспитывают в юношах трудолюбие, целеустремленность закаляют в волю тренеры. Уже 6 февраля будут известны имена победителей. А пока мальчики выкладываются по полной и мечтают о пьедестале почета. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Сергей Копеев, Республика. Это были главные новости четверга, 4 февраля. Оставайтесь с нами. Увидимся в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова